Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги продолжают освещать самые важные и интересные события, происходящие в регионе. И сейчас мы с вами ими поделимся. Рязанцы поддержали отечественного производителя. Сегодня было уничтожено 2 тонны санкционной продукции. Всемирный день борьбы с туберкулезом. В Рязани озвучили показания заболеваемости. Вторая неделя Великого Поста. Наш корреспондент побывал в Солочинском женском монастыре. Рязанская транспортная прокуратура пресекла реализацию запрещенной квозу на территорию России плодовочной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства. Всего из оборота было изъято около 1200 кг польских яблок и 350 кг турецких томатов. Как сами горожане реагируют на жесткие санкции и рады ли они поддержать отечественного производителя, выясняла Оксана Тебенихина. 1230 кг польских яблок и 360 кг турецких томатов. Такое количество запрещенных продуктов было изъято из оборота Рязанской транспортной прокуратурой. Один из предпринимателей, занимающийся реализацией плодовочных на пятой базе, приобрел санкционный товар, не очень задумываясь о последствиях. Теперь запрещенные фрукты и овощи подлежат уничтожению. В настоящее время партия яблок уничтожается Россельхознадзором, а томаты находятся на ответственном хранении, так как для них предусмотрена иная процедура уничтожения. Они уничтожаются только в согласии собственника в случае невозможности возврата его в Республику Турция. Сейчас транспортная прокуратура проводит мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности. О том, как запрещенные продукты попадают на отечественные прилавки, ни для кого не секрет. Например, польские яблочки в дружественной Белоруссии не запрещены. Оттуда через Россию со всеми документами выдвигаются фуры с транзитным грузом, например, в Казахстан. По всем бумажкам яблочки 100% доедут до пункта Б, только вот в этот раз они осели в Москве. Наша съемочная группа направилась прямиком на Первомайский рынок. Мы проверили, пользуются ли популярностью российские яблоки, а заодно поинтересовались у рязанцев, поддерживают ли они идею запрета на ввоз некоторых продуктов питания и готовы ли поддержать отечественного производителя. Скажите, пожалуйста, какие яблочки больше предпочитаете? Наши российские? Наши российские, конечно. А почему? Ну, потому что мы вроде знаем, что мы должны хорошие там быть. То есть у нас вкусные? Да. Может, меньше обработанные. Вы все-таки российские яблочки предпочитаете? Российские лучше всего, да? Да, российские. А почему они? Потому что неизвестно, откуда привозные бывают. А вот вы поддерживаете эти санкции? В смысле? Нет, они нужны, пусть лучше российские будут продукты. Пожалуйста. Потому что детям покупаем. У меня 10 рублей. У меня вот к вам тот же вопрос, скажите, пожалуйста, это российские яблочки? Да, 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 беру только российские. Если не обманывают, конечно. Поддерживаете идею санкций? Конечно. О чем? Конечно, поддерживаю. Я все поддерживаю. Идея импортозамещения и поддержки отечественного производителя не нова и весьма полезна. Главное, как говорится, создать комфортные условия. Этот момент наши законодатели сейчас рассматривают более углубленно. Не так давно администрация города Рязани отчиталась перед гражданами о проделанных работах по ямочному ремонту автомобильных дорог. В предоставленном документе были перечислены конкретные улицы, на которых рабочие уже подлатали дорожное полотно. Мы объехали некоторые из них, чтобы узнать, какой же эффект принесли эти дорожные работы. Подробнее в следующем сюжете. Маршрутки, автобусы, обыкновенные машины и даже грузовики колесят по разбитым дорогам города Рязани. Все они методично подпрыгивают по проезжей части на улице Новоселов. Как будто городской асфальт – это неровное покрытие, а рельефная, сложенная гармошкой поверхность. И даже падающий снег на улице Быстрецкой не может скрыть все ямы на дорогах. Хотя бы немножко заполнить их собой, чтобы скачки автомобилей по асфальту стали более плавными. На днях администрация города Рязани предоставила отчет о проделанных работах по ямочному ремонту дорог. Сейчас мы предоставим вам примерный список улиц, на которых были произведены работы, и посмотрим, насколько хорошо они выполнены. Сейчас мы находимся на улице Кольной. От ремонтированных участков на этой улице наша съемочная группа обнаружить не смогла. Зато нам удалось заметить, что эта дорога сейчас тоже напоминает гармошку. Она имеет хорошие колеи и, кроме того, достаточно большие ямы. Но на этой улице, в отличие от новоселов, автомобилисты хотя бы могут объехать ямы. Чем они и занимаются, то и дело петляя из стороны в сторону. Потому что дырки на асфальте достаточно большие, редкие и хорошо видны издалека. А это проезд Яблочково. Здесь недавно проводился плановый гарантийный ремонт автодороги. И администрация города приняла эту работу. Проезд Яблочково является крупной городской артерией, соединяющей район Дашково-Песочни и центральную часть города. Здесь автомобили тоже продолжают прокладывать путь по разбитой и, на первый взгляд, не отремонтированной дороге. Возможно, ремонт был, но результата по факту нет никакого. И либо рабочие обошли эти ямы стороной, либо они образовались вновь в кратчайшие сроки. Ведь только по состоянию на 9 марта этого года администрации города Рязани были предоставлены данные о произведенном ямочном ремонте общей площадью 1900 квадратных метров, всего на 30 улицах города. Перечень большой, но где именно был произведен ремонт, остается только догадываться. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этом году к дате особое внимание. Вокруг обследований на это опасное инфекционное заболевание возникло много споров. По данным Федеральной миграционной службы, к концу 2015 года в России из приехавших иностранцев осталось почти 10 миллионов человек. И среди всех выявляемых у них заболеваний, которые дают право на их депортацию, около 40% составляет туберкулез. Что касается нашего региона, Рязанский Роспотребнадзор выявил 79 мигрантов, больных туберкулезом. 19 человек согласились на лечение. В отношении остальных было принято решение о выдворении за пределы региона. В минувшем году Управление Роспотребнадзора по Рязанской области выявило туберкулез у 79 мигрантов. Об этом на пресс-конференции в среду 23 марта сообщил руководитель ведомства Лариса Сараева. Всего в региональное управление ФМС поступило 67 решений о выдворении за пределы страны больных граждан. В Рязанской области, как и в целом по стране, благодаря проводимой противотуберкулезной работе удалось остановить рост показателей заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. Рязанская область находится на 15 месте по эпид-ситуации среди 85 регионов. У нас произошло снижение общей заболеваемости на 2%, снижение смертности на 13%. Заболеваемость постоянного населения уменьшилась порядка 9%. За последние 5 лет уровень общей заболеваемости туберкулезом населения области снизился более чем на 30%. Нас настораживают в плане том, что продолжает регистрироваться заболеваемость детей и подростков, продолжают выявляться запущенные формы туберкулеза, и в области остается определенная группа людей, которые профилактические осмотры проходят более чем один раз в два года. Туберкулез остается не только инфекционным, но и социальным заболеванием, поражающим прежде всего наименее обеспеченные и социально незащищенные группы населения и несет катастрофические последствия для заболевших, их семей и для общества в целом. Старинный славянский праздник жаворонки, который празднуется в эти дни, связан с Днем весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними летят и другие перелетные птицы. По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние работы. Раз жаворонок прилетел, значит весна пришла. Христианская традиция не заменила языческих жаворонков полностью, а причудливым образом переплелась с ними. Праздник жаворонки стал называться еще и «сороками» в честь 40 мучеников севастийских. Это были воины-христиане, которые приняли мучительную казнь за веру. Память их празднуется как раз в эти дни. Жаворонки к воинам никакого отношения не имели, но число 40 прочно приросло к празднику. Ко дню весеннего равноденствия лепят таких же птиц, как и в старину. В этот день наши предки закликали весну, приманивали ее, угощая жаворонками, которых пекли в каждой семье. Из всей выпечки съедали лишь несколько птичек, остальных выносили на улицу и подкидывали, приманивая настоящих птиц. Так как в марте соблюдали Великий пост, тесто делали из муки и воды. Традиции хранят до сих пор и в Солочинском Рождества Христова женском монастыре. Я вот сколько знаю, что да, стараются люди в этот день в память о сорокамочниках. Вот такие птички. Мы раздаем их прихожанам, детям. Очень дети любят, очень приходят к нам на службу. Овощи, соленья, супы и каши. Пост на обед в трапезной при монастыре отличается разнообразием. Как говорят сами обитательницы монастыря, держать пост совсем несложно. Мы уже привыкли, и для нас это радость духовная. Пост сам по себе протекает как бы и быстро. Когда начинаешь к Богу идти, поститься легко. Легко. То есть, ну, как бы от страсти начинаешь потихонечку освобождаться. Вот. И мяса не хочется. То есть мясо, допустим, я уже не ем лет 12. Вот. Ну, в пост можно морепродукты употреблять. Сегодня на обед у нас борщи, картофель с пассерованным лучком и компот. А здесь вот у нас сама трапеза. Здесь у нас за этим столом кушают паломники после сестер. Потому что нельзя по уставу, чтобы сестры вместе с паломниками кушали. Овощи и зелень здесь выращивают самостоятельно. Делают из них заготовки, закрывают и едят во время поста. Компоты и варенье также делают из своих ягод и фруктов. Ангела Божьего к трапезе незримо предстоит. Так в монастыре желают друг другу приятного аппетита. Профориентационный конвент собрал в Рязанском городском дворце детского творчества более 300 рязанских школьников, которые уже задумываются о том, какую профессию выбрать. Сделать это сегодня нелегко. Взрослые уверены, что ребятам в этом надо помогать. В мероприятии приняли участие члены молодежной администрации города, представители вузов и СУЗов, предприятий и организаций, студенты, активисты молодежных общественных объединений и учащиеся образовательных учреждений. Выбирать профессию непросто, ведь о ней нужно иметь полное представление. На 12 интерактивных площадках школьники могли познакомиться с профессиями кондитера, парикмахера, дизайнера, слесаря, инженера и медицинского работника. Кроме того, подростки прошли тестирование, определив тип своей личности и склонность к той или иной специальности. Подробные мероприятия, которые мы проводим, как раз они помогают школьникам определиться с выбором своей будущей профессии. Наша задача, задача власти всех уровней, рассказать, какие предприятия развиваются, какие предприятия будут создаваться, какие рабочие места будут воскреплены на деньги труда. По словам главы администрации Рязани Олега Булекова, ни один город, ни одна экономика мира не могут развиваться без квалифицированных кадров. Поэтому и правительство области, и администрация Рязани уделяют вопросам подготовки кадров первостепенное внимание. В Рязани сгорел жилой дом. Происшествие случилось на улице Чапаева в деревне Конищево. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Подробнее в следующем сюжете. Во вторник 22 марта в 3 часа дня на улице Чапаева в деревне Конищево произошел пожар в жилом доме. В течение 14 минут после того, как поступило сообщение о возгорании, пожар был локализован. Еще через 10 минут ликвидирован. Во время пожара огнем повреждена комната на площади 20 квадратных метров. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. В тушении принимали участие 5 человек личного состава государственной противопожарной службы. Привлекались 15 единиц техники. Каждый год 23 марта во всем мире празднуется День метеорологии. На людей, работающих в этой сфере, каждый день так или иначе рассчитывают миллионы граждан всего мира. Ведь они могут спрогнозировать наступающую погоду. Хотя в 21 веке она все больше становится непредсказуемой. О том, какая погода в скором времени посетит наш регион и насколько она задержится, в следующем материале. 23 марта международная общественность отмечает Всемирный день метеорологии. Каждый год праздник проходит под новым девизом «В этом году жарче, суше, влажнее смотреть в будущее». Тема погоды актуальна всегда. От нее зависит настроение, самочувствие, планы на текущий день. Ну и, конечно, не только наука, но и все работники гидрометеослужбы отмечают сегодня праздник. Хотелось бы поздравить своих коллег, всех работников гидрометеорологической службы с нашим праздником. И пожелать интересной работы, предсказуемой погоды, точных и успешных прогнозов. Ну и что касается прогнозов, весну по-прежнему ждем и уже с нетерпением. А вот она, в свою очередь, к нам совсем не торопится. До конца недели погода останется неустойчивой, с осадками разной интенсивности. Зато температура воздуха начнет постепенно повышаться. Завтра, 24 марта, ожидается переменная облачность. Ночью местами слабый снег, днем небольшие осадки. В виде мокрого снега местами с дождем. Температура воздуха ночью минус 7, минус 12 градусов. Местами по области при прояснениях до минус 17. Днем минус 4, плюс 1. 25 марта ожидается облачно. Ночью снег, днем осадки. Местами сильные. Тоже преимущественно в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах, возможно, метель и порывистый ветер. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9 градусов. Днем минус 2, плюс 3. В выходные природа по-прежнему солнышком вряд ли порадует. Ожидается преимущественно облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. А вот температура воздуха еще повысится. Ночью уже 0, минус 5, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. В любом случае, весна чувствуется и даже несмотря на снег. Дни стали гораздо длиннее, проглядывающе. Хоть и не слишком часто солнце, но уже пригревает. Ну а предвкушение настоящей весны стоит того, чтобы ее еще чуть-чуть подождать. Ну а наших дорогих синоптиков, конечно, с праздником. Не обижайтесь, пожалуйста, когда мы вас ругаем. Ну и почаще радуйте нас хорошими прогнозами. Это были все события, которые мы хотели вам показать. Такие, какими их увидели мои коллеги, репортеры телекомпании «Город». Мы обязательно еще с вами встретимся в эфире, либо на нашем официальном сайте город62.тв. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. До встречи! Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин